МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». В промышленном районе Самары самое большое количество жилых домов, также строится много нового жилья. Представители ТСЖ, активные жители, включаются в реализацию социально значимых инициатив по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Активисты участвуют в региональных проектах по благоустройству, а также являются участниками федеральных программ. Во дворях расширяются проезжие части, появляются парковочные карманы, детские площадки. Но чаще всего жители волнуют самый главный вопрос «Комфортная жизнь в своем дворе районе». Это программа «Совет моего дома. Как развивается промышленный район Самары?» Я говорю с моими гостями в студии. Данил Викторович Морозов, глава промышленного внутригородского района городского округа Самары, и Ирина Александровна Хандина, председатель Совета многоквартирного дома улицы Теннисная, 29. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Ну что же, давайте поговорим. Первый вопрос, наверное, Данил Викторович, у меня к вам. Прежде чем, конечно, мы перейдем к основной теме нашей программы, я прошу вас рассказать немного о себе. Ну, так сказать, давайте знакомиться, краткие вехи биографии. Ну, если коротко, как-то вообще считаю, немножко некорректно как-то выступать какой-то самой рекламой, но коротко о себе, про автобиографию. Родился в обычной рабочей крестьянской семье, учился в обычной школе, имеет два высших образования, довелось немножко послужить в рядах армии Российской Федерации, довелось поучаствовать в вопросах защиты интересов нашего государства. После этого имел опыт работы в муниципальной службе, занимался строительным бизнесом. В 2020 году избран депутатом Самарской городской думы от промышленного городского района и буквально 8 апреля 2022 года Советом депутатов промышленного городского района назначен на должность главы внутригородского промышленного района. Вот, конечно, совсем недавно вас назначили главой, как вы сами сказали, но вот все-таки какие задачи, уже будучи как глава, вы поставили себе в график в первую очередь, потому что с проблемами-то вы знакомы, наверняка вы работали депутатом. Да, безусловно, за опыт работы депутатом бесценный, уже представляю себе примерный спектр проблем. Но если коротко, одной фразой я бы определил самую главную стратегическую задачу, это повышение качества жизни населения. А сюда уже входят и все проблемы, и в сфере ЖКХ, и благоустройство, и социальной сферы, и образование, и медицины, и все остальное прочее. Я бы обозначил одной фразой повышение качества жизни людей, населения. Спасибо. Ирина Александровна, мы представили вас как управляющий многоквартирным домом, теннисная 29. Ну вот, конечно, каждый многоквартирный дом располагает прилегающие территории, которые время от времени требуют благоустройства. Так вот, свой вклад в развитие этой территории вносят жители, если мы, конечно, говорим о вашем адресе. Я попрошу, конечно, рассказать о совете вашего дома. Да, конечно, вносят. Мы каждый год проводим субботники, не только на придомовой территории нашего дома, также на детской площадке рядом находящейся, которая не относится к нашему дому. За домом у нас есть цветоводы, любители, которые сажают цветы, кто-то сажает просто газонную траву, высаживает, ухаживает за ней. Совет дома у нас достаточно активный. У меня есть помощники в каждом подъезде, есть главный по подъезду. Они достаточно хорошо знают своих соседей, хорошо знают своих жителей подъезда. Поэтому, да, достаточно активно. Также мы сотрудничаем с управляющей компанией очень активно. Ну, по управляющей компании мы обязательно поговорим с вами попозже. вот многие, можно сказать, ваши коллеги, да, можно так сказать, жители, которые являются председателями советов, говорят, что очень много отнимает времени. Это такая большая общественная нагрузка, бесплатная, к тому же, да, но и времени отнимает очень много. Вот скажите, когда вам предложили или выдвинули вы свою кандидатуру, почему вы решили все-таки заняться этим, потому что, ну, ведь это непростая работа, согласитесь, и она, конечно, направлена в первую очередь на работу с людьми, а люди разные. Кого-то устраивает работа той же управляющей компанией, а кого-то в корне нет. Ну, выдвинула свою кандидатуру, можно сказать, я сама. В 2014 году начались новые программы, двор, в котором мы живем, еще ранее была программа, и там нужно было необходимо собрать пакет документов. И получилось так, то, что в каждом доме должен быть председатель дома по жилищному кодексу. И вот я начала, сначала думала, может быть, как-то обойдемся без этого. Ну, в связи с этим, то, что без этого документы не принимали у нас, мы решили, то, что, да, на самом деле, нам нужен совет дома, нам нужен председатель дома. И мы решили, то, что, так как я более активная, давно живу в этом дворе, в этом доме давно живу, можно сказать, с первого класса, поэтому... Совету быть? Да, совету быть, жители решили, что вот, раз ты решила заниматься двором, домом, значит, тебе и быть председателем дома. И с этого все началось, да, потом начался фонд капитального ремонта, опять председатель дома необходим, потом еще разные программы, в которых мы начали участвовать. И так повелось, то, что каждый год, каждый там пять лет у нас протокол продлевается. Спасибо большое. Данила Викторович, в промышленном районе работы по благоустройству территории ведутся. Вот что же касается благоустройства дворовых территорий, подъездов, тротуаров, то вполне естественно, что у большинства собственников жилых домов хочется иметь очень благоустроенную территорию, ну, чтобы и погулять, где можно было с детьми и людям пожилого возраста отдохнуть. Расскажите мне, пожалуйста, что уже сделано в промышленном районе, вот какие-то яркие такие, да, моменты, ну, и, конечно, что в перспективе? Ну, давайте начнем с того, что у нас на территории промышленного района действует несколько программ, благодаря которым жители могут изменить облик своего двора. По программе благоустройства было отремонтировано у нас в течение действия этой программы с 2018 года более 130 внутриквартальных проездов территории. Также действует программа комфортная городская среда, программа содействия, программа народной инициативы. По программе комфортная городская среда за весь период программы с 2018 года было отремонтировано 35 дворовых территорий. В этом году планируется 11 дворовых территорий. Могу конкретно назвать по адресам. Это Тополей 9,11, Старозагора 82,78, Кирова 240, Старозагора 116,114, Нововокзальная 223,225, Сирина 11,13,15, Нововокзальная 165, Нововокзальная 253, Фадеева 60,62 и Московское шоссе 155. Это комплексная программа, которая предусматривает помимо каких-то обустройств зон отдыха, игровых зон, детских, спортивных площадок, также еще ремонт прилегающих внутридоваровых проездов, устройство парковочных мест. На данный момент у нас уже в рамках действия этой программы все, что запланировано в 2022 году выполнение составляет более 30%. Сроки окончания работ у нас октябрь 2022 года, но темпы работ идут с опережением, поэтому никаких опасений по поводу сроков не возникает. Хотелось бы отдельно остановиться на здесь участие жителей, как вы сказали, что да, многие жители хотят изменить как-то свой двор, свой дом, но, наверное, не могут. И, наверное, к сожалению, не везде у нас есть такие активные жители, как Ирина Александровна, есть примеры, когда люди, не надо подсказывать, они сами следят за всеми программами, знают все сайты, знают все ссылки, доходят до того, что в некоторых МКД есть даже сметчики, но, как я уже сказал, к сожалению, не везде такие люди есть, где у нас есть активные граждане, надо, наверное, для начала собрать инициативную группу, понять хотя бы на листочке, обрисовать, что же вы хотите увидеть. Вы уже инструкцию даете, да, по применению, как же действовать, если у вас нет такого активного человека, как Ирина Александровна, куда бежать? Собрать инициативную группу, определиться, что вы хотите видеть в своем дворе, и либо посмотреть на сайт администрации промышленного района, который мы можем увидеть, я думаю, мы можем показать по ссылке, либо прийти в администрацию промышленного района, Краснодонская, 32, также можем указать телефон, по которому можно обращаться, и там уже мы вам поможем определиться, в какой же программе вам будет удобнее участвовать. Но консультацию жители могут получить в любом случае, специалисты есть на месте и всегда придут на помощь, но у вас, как у главы, вот именно эти вопросы благоустройства на особом контроле? Однозначно, у нас эти вопросы на особом контроле, мы все действующие программы контролируем еженедельно, и про, как бы, процесс выполнения работ, и качество выполнения работы, помимо того, что стоит на контроле в администрации района, также у нас есть технический контроль, строительный контроль, то есть с этой точки зрения опасений у нас нет, вся ситуация находится на особом контроле, и мы мониторим ее еженедельно, ежедневно. Вот к вопросу о взаимодействии, Ирина Александровна, взаимодействие жителей и администрации по решению вопросов ЖКХ, в том числе и благоустройства, скажите, как ведется эта работа, если мы говорим о вашем личном примере? Вы знаете, о моем личном примере могу сказать то, что мне достаточно хорошо помогает администрация района, даже с 2014 года, когда мы начали обращаться в администрацию района, в департамент городского хозяйства и экологии по поводу освещения, то есть за три года нам поставили столбы освещения нового, абсолютно во дворе. Помимо этого, мы подавали на комфортную городскую среду, на программу в 2017 году, но в связи с тем, что у нас там рядом с домом нету детской площадки, мы просили ограждения, мы просили внутриквартальную дорогу, естественно, освещение, самые необходимые основные виды работы по данной программе, но получается так, что у нас почти все, большинство, все это выполнено, кроме парковочных мест и ограждений, потому что внутриквартальную дорогу нам отремонтировали около дома, освещение нам поставили около дома, это благодаря администрации района, которая помогает и сотрудничает с жителями. Также мне жители обращаются, например, нужно что-то сделать, там выполнить, также я обращаюсь в администрацию, если есть у них возможность, в этом году, они выполняют в этом году, если нет возможности, то они говорят там сроки, либо там на какую-то программу переносят. В Самаре во внутригородских районах полным ходом идут работы по преображению дворов. Они получают новый облик по федеральной программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году в Самаре будет благоустроено 55 дворов во всех районах, как преображается территория у домов на улице Силина, в репортаже нашей съемочной группы. Этот большой двор на пересечении Силина и Ташкентска излюбленное место для прогулок у жителей сразу восьми домов. Все вместе они объединились, чтобы сделать свою территорию по-настоящему комфортной и для родителей с детьми, и для подростков, и для пенсионеров. Разработали проект и подали заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды. Теперь с нетерпением ждут окончания работ. Положили первую дорожку вон там они положили. Дети с бабушками проходят и щелкают ножками. То есть, вы понимаете, вот такое ощущение, что это не рытвина, не колдобина, а вот именно то, что это приятное покрытие. Подрядчики вышли на объект в конце апреля. Уже выполнили демонтаж старого оборудования и асфальтового покрытия. Сейчас производят земляные работы. Продолжают укладывать пешеходные дорожки и готовят основания под многочисленные детские игровые и спортивные площадки. В дальнейшем во дворе также обновят внутриквартальные проезды, обустроят парковочные карманы, установят урны и скамейки. Ориентировочно в начале июня будет готово благоустройство и мы приступим к монтажу детского игрового оборудования с последующим устройством резинового антидроматического покрытия. Также здесь будет, помимо игровых комплексов, геопластика из резинового покрытия, также воркаут-зона. Всего в промышленном районе в рамках программы в этом году преобразится 11 дворов. На шести объектах работы уже начали. Подрядчики выполняют все задачи ответственно, по возможности с опережением графика. На каждом объекте ведется ежедневный контроль качества работ. За каждым объектом закреплен куратор от администрации района. Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение строительного надзора. С жителями на каждом адресе встречаемся. Все пожелания стараемся учесть. Благоустройство пространств в промышленном районе проводится и в рамках других действующих в регионе и городе программ. Так, четыре территории будут обновлены в рамках губернаторского проекта «Содействие». Семь площадок в рамках программы инициативного бюджетирования. А в 13 дворах района будут отремонтированы внутриквартальные проезды за счет средств Министерства транспорта. Ну что же, продолжаем нашу программу. Данил Викторович, как развивается программа формирования комфортной городской среды? Вот на одном из примеров мы сейчас посмотрели. Но вот как вы считаете, насколько вообще программа востребована в принципе для нашего города и для вашего района в частности? Формирование комфортной городской среды это федеральная программа, которая и в первую очередь предусматривает активное участие жителей в этом процессе. И мы видим на примере, как активно этот процесс идет у нас в районе и в городе в целом, что да, действительно эта программа имеет поддержку. У нас в рамках этой программы участвуют три территории. Это парк Молодежный, это парк Воронежские озера и сквер Калинин. И благодаря участию жителей у нас с вами парк Молодежный и парк Воронежские озера заняли лидирующие позиции в этом процессе голосования. 30 мая буквально у нас окончилось голосование за формирование общественных пространств и уже начаты работы в парке Молодежный. Парк Молодежный у нас выиграл данный проект в прошлом году. Кстати, по совпадению с Счастливым я как раз являлся лицом этого парка и принимал активное участие. Куратором. Да, да, да. В этом году мы также выиграли данное голосование и парк Воронежские озера также вошел в тройку призеров. Поэтому мы ждем развития данных территорий и конкретно в парке Воронежские озера и в парке Молодежный оно уже идет. В этом году будет первый этап и на 23-й год второй этап, где у нас будет полностью преобразованы эти парки с учетом интересов населения и детского и с учетом спортивных направлений и лиц старшего возраста. Давайте теперь подробнее поговорим о проекте комфортная городская среда и о проекте содействия. Скажите, продвижение в этих проектах есть в районе? Конечно. Проект у нас помимо комфортной городской среды правильно вы отметили сейчас существует губернаторский проект содействия. Чем он отличается? Данный проект предусматривает какое-то софинансирование со стороны жителей начиная от 7% и уже там верхних границ нет. Наверное, это имеет свой смысл, когда люди участвуют активно в этом процессе, они как-то и по-другому будут относиться потом к всему тому, что он благоустроен. В рамках проекта в 2020 году реализовано три проекта содействия на территории района. Это Нагорная 11, Демократическая 32, сделанная универсальная спортивная площадка и Ставропольская 74Б, парковка и благоустройство проезда. В 2021 году сделан такой яркий, интересный проект на Солнечном поляне. Это Дубовая роща с активным участием жителей, которая стала продолжением благоустройства Солнечной поляны. Также у нас в этом году планируется четыре проекта по содействию и в 2021 году сделаны еще три проекта. Проект спорт в нашем дворе, устроитель спортивной площадки на улице Старозагора 125-127, проект Мир детства, благоустройство спортивной игровой площадки на Зои Космодемьянский, дом 21, и на Солнечной 43А. Данил Викторович, скажите, пожалуйста, абсолютно ли все дворовые территории подходят, к примеру, даже под проект содействия? И вот любопытно, есть ли может быть такая статистика у вас, что когда в соседнем дворе оборудовали площадку, ну, к примеру, по проекту содействия или по комфортной городской среде, и жители, видя, какая комфортная, красивая, удобная площадка есть, также начинают заниматься этими вопросами? Вот что вы здесь посоветовали? Безусловно, когда люди видят, как преображается двор где-то на территории соседней, они заинтересовываются в этот процесс, вовлекаются, участвуют, спрашивают, приходят, интересуются и уже активно вовлекаются в этот процесс. Конечно, когда люди видят, как преображается территория прилегающих дворов. Управляющие компании, работа с ними, Ирина Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашем личном примере, как вы работаете с вашей управляющей компанией, добросовестная ли она, отвечает ли всем современным требованиям, потому что рейтинг управляющих компаний у нас ведется в Самарской области, и как они работают с населением, это тоже видно, и отражается, но в первую очередь мне хотелось бы знать мини-жителей. Моя управляющая компания, ну, если честно, по рейтингу, по вашему, она не вошла ни в пятерку, ни в десятку, но со мной, как с председателем дома, они достаточно хорошо сотрудничают, нормально работают, по текущему ремонту, по протоколу, выполняют каждый год все полностью. то есть мы достаточно давно работаем, начальство меняется, руководство управляющей компании меняется, я остаюсь. Поэтому они уже, как бы, может быть, меня по наследству предают, меня с моим домом, в связи с этим, но у меня нареканий к данной управляющей компании нет. Мы были у вас в гостях, мы были по вашему адресу и наблюдали, как ведутся работы. Вот взаимодействие с управляющими компаниями, пожалуй, самое главное условие для того, чтобы многоквартирный дом содержался в порядке. Любые проблемы решались своевременно и качественно, и жители четко знали, за что оплачивают услуги и что оплачивают они их не в холостую. Пример успешного сотрудничества жителей и управляющей компании в нашем следующем сюжете «Теннисная-29». Входные группы в подвалы в многоквартирных домах время от времени нужно ремонтировать. Предпосылки для этого бывают разными. Это и износ, и пребывание помещения в ненадлежащем состоянии. Привести в порядок входную группу в подвальное помещение по улице «Теннисная-29» жильцы запланировали в рамках текущего ремонта. Провели общее собрание жильцов. Председатель совета дома Ирина Хандина подписала соответствующий протокол. Работы начались. В управляющей компании был произведен осмотр общедомового имущества. Так как у нас инженерка заменена, то есть кровлю мы посмотрели, на чердак мы сходили. То есть, поэтому у нас главный облик теперь, облик дома. Стены входа были частично разрушены, поэтому здесь необходимо провести реконструкцию группы. Причем работы важно выполнить тщательно и качественно, соблюдая все требования. Особое внимание уделяется материалам, более надежным. Все это делается в первую очередь для безопасности жителей дома. Но и эстетическую составляющую никто не отменял. Работы проводятся качественно. Кроме того, качество работ проверяет специалист технодзора после того, как работы будут завершены. И, кроме того, старший дома либо кто-то из совета дома проверяет качество выполнения работы и подписывает такт выполнения работы. Также по этому адресу необходимо сделать фасадные работы, говорит Ирина Хандина. Их планируют включить в план уже капитального ремонта дома. Жители в доме живут активные и неравнодушные к своему имуществу. Когда проходили субботники, вышли и покрасили входные группы своих подъездов. И управляющая компания в стороне не осталась. Проводили субботники. Люди звонят. Нужно убрать после того, как дружно все поработали, за ними вывезти собранные, скажем так, мусор, мешки. Отреагировали, машину пригнали, поставили, управляющая компания выделила и вывезли с территории. Самое важное, ну, конечно, работа с населением, учет, учет пожеланий жильцов, ну, и своевременное выполнение, реагирование. Самое главное. Довольно часто проблемные вопросы жители промышленного района решают через социальные сети. Все обращения в короткие сроки обрабатываются администрацией района. Жители получают оперативные ответы от городских властей на волнующие коммунальные темы. Специалисты решают, на какие запросы реагировать в первую очередь и как совместными усилиями проблему можно разрешить. Жители обращаются в администрацию, администрация незамедлительно реагирует, ни одно обращение граждан не остается без внимания. Не безразличие к чистоте и комфортному проживанию в своем доме, дворе, улице помогает жителям промышленного района своевременно решать трудности, которые возникают в сфере коммунального хозяйства. Все вопросы обсуждаются коллективно. Взаимодействие Совета дома и управляющей организации важно, потому что управляющей компанией нужно получать обратную связь от жителей, а жильцам контролировать работу управляющей организации. И вот он, реальный пример такого сотрудничества. Даниил Викторович, давайте продолжим наш с вами разговор. Я хочу спросить вас вот о чем. Летняя оздоровительная кампания стартовала. Расскажите, пожалуйста, о работе пришкольных лагерей, как организован досуг школьников летние каникулы. Ну и, конечно же, на мой взгляд, вопрос самобезопасности, какое внимание вы уделяете? Да, вы правильно отметили. Летняя оздоровительная кампания с 1 июня стартовала у нас на территории города и в промышленном районе в частности. У нас имеется 33 общеобразовательных учреждения на территории района, на базе которых организованы летние лагеря дневного пребывания, где представлены различные программы дневного пребывания детей. Конечно же, в первую очередь, это рассматривается вопрос о безопасности, с привлечением частных охранных предприятий и сил УВД, РОВД. Ну и также там входят всякие оздоровительные программы, образовательные программы и прочее, прочее. Общий охват детей данным видом отдыха составляет 5 тысяч человек конкретно у нас в районе. Также помимо лагерей дневного пребывания в школах у нас имеется спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория», который активно ведет работу по многим направлениям и мини-футбол, футбол, волейбол, где работают тренеры, профессиональные с детьми занимаются. Также у нас есть спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на территории района. Ну и помимо этих заведений у нас еще 27 тренеров общественников, которые занимаются с ребятами на дворовых площадках по месту жительства всего территории района. У нас порядка 69 спортивных дворовых площадок, на которых активно ведутся занятия спортом. Хотелось бы продолжить эту тему и про военно-патриотическое воспитание молодежи поговорить. Я знаю, это лично вам тема неравнодушна. Вот насколько вообще на сегодня нашей молодежи очень важно принимать участие в той же юной армии, в музеях, в школах, ну и так далее. Конечно, вопрос военно-патриотического воспитания стоит, наверное, сегодня, как никогда, острым. В наше время, когда мы учили в школе, был такой предмет начальной военной подготовки. И все мы, уже начиная там 6-7 класса, учились строевой подготовки, там, разбирать, собирать автомат Калашникова, какие-то ТТХ стрелкового оружия. На сегодняшний день, к сожалению, это утеряно, но у нас есть положительные примеры. На данный момент в промышленном районе активно развивается движение «Юнармия». Много школ охвачено в этом процессе, и ребята представляют наш район и во всех мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню Воинской Славы. Коробка от промышленного района была в этом году на параде, посвященном Дню Победы. Ребята активно принимают участие в параде, принимали участие в параде 7 ноября памятном. Также принимают активное участие в поздравлениях ветеранов. И помимо поздравлений какие-то ведут социальную нагрузку, смотрят за ветеранами, которые нуждаются во внимании и помощи. Ирина Александровна, хотелось вас вот о чем спросить. Скажите, а вы вообще давно живете в промышленном районе? Да. Да? Ну, наверное, по этому адресу тоже уже приличное время, да? Ну, ведь я... Все свое детство. Да, вот тем более. Я к чему вас об этом спрашиваю, но ведь не каждый день удается вот так вот за одним столом посидеть с главой района. Скажите, пожалуйста, вот какие бы пожелания от вас, от жителей, а вы представляете жителей инициативных, хотелось бы озвучить вот прямо сейчас, может быть, что-то попросить, на что-то обратить внимание, чтобы это выполнилось, и чтобы это было не только, ну, как наказы, да, а вот какие-то пожелания реальные от жителей? Ну, хотелось бы, конечно, пожелание такое выдвинуть свое. Проблема большая с утри-квартальными дорогами. Данил Викторович знает, он недалеко у нас был депутатом по соседнему округу, поэтому это глобальная везде проблема, и я думаю, что он об этом знает. Мы с Ириной Александровной не только сегодня встретились, мы с ней встречаемся регулярно, и все эти проблемы, как правильно Ирина Александровна отметила, известны и знакомы давно, и, как мы уже ранее с вами говорили, план у нас работы есть, и есть очень большое количество программ, в которых мы можем включить, в том числе, ремонт утри-квартальных товаров и проездов, о чем мы с вами говорили, это благоустройство территории промышленного района, и комфортная городская среда, и содействие, и народные инициативы. Ирина Александровна прекрасно во всех этих программах разбирается и принимает активное участие, ну а мы окажем посильную помощь в этом вопросе. Ну что же, спасибо вам большое, благодарю вас за интересное интервью и за ту информацию, ценную, между прочим, которую вы сегодня пришли в нашей студии и поделились с нашими уважаемыми телезрителями. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. Спасибо большое. До свидания и до новых встреч.